Ребята, всем привет! С вами Марина, канал Архидушки и мы. Вот так распустился та моя ренимашка, которую я вам совершенно недавно рассказывала, которую я позволила как говорится, с барского плеча просвести одним цветочком. Вот такой вот он зелененький. С внешней стороны. И вот такой красавец. Очень красивый. Очень-очень. Мне нравится. Такой красивый. Вы знаете, мне даже кажется, что он домашним цветением распустился намного красивее, чем он был в магазинном цветении. Свет у него какой-то вот такой темно-бордово-кирпичный, с зелеными краями, с неоновой губой. Очень красивый. С довольно-таки стойким ароматом. Аромат такой, как мне нравится, горьковатый. Ну, вы знаете все, что ему позволило процвести одним цветочком, потому что он начал растить и корешочки, и листочек растит. Ну, в общем, он молодец. Поэтому я, не глядя на то, что он реанимашка, дала ему процвести одним цветочком. А вот мои азиаты. Те, которые я покупала месяц назад. Вот это суго-реликс. И вот еще одно растение, ферри-джой. Все его знают. Многие, вернее всего, его знают. Что я вам могу сказать? Что пересадила я их в горшочко 2,5, в горшочек 9,9 см. Тут очень много лежит дренажа. Дренаж состоит из керамзита, ломаных ракушек, и сверху мох. Поверху мха идет кора. Кора идет с архиатой. Кора разной фракции. Там есть и перлит, и пенопласт. Сверху он немножечко прикрыт мхом. Вот, допустим, суго-реликс. Он, конечно, блещет здоровьем. Тургар у него отличный. Но у него нет роста ни молодых корней, ни молодых листьев. Ну, вот так вот проходит его адаптация. Его старый цветонос, к которому он ко мне пришел, без цветов, просто цветоносом. Я напомню, размер горшка 2,5. Шейка у него здоровая. Все у него хорошо. Присыпан он, как всегда, золой. Зола идет в моих горшках. В первую очередь, как акарицит. В борьбе с клещами. Обработан он Калипсо. Люблю я этот препарат фирмы Байер. Девочки, он, конечно, дороговат. Вот эта вот бутылка стоит 160 гривен на украинские деньги. Ну, я считаю, что можно использовать и такой препарат, как доктор Фоли, который стоит в три раза дешевле. Но Калипсо, ну, чем мне нравится, ну, мощнейший, мощнейший, конечно, препарат. Я его использую обычно, ну, только для вновь поступивших орхидей. Потому что разводить там ампулу или какой-то там порошок на 5-10 литров, ну, мне это много. Поэтому, если для одного-двух растений, я держу всегда Калипсо. Надолго хватает. Вот, честное слово, надолго хватает, хоть и дорого стоит. И Ферри Джой точно так же. Растет в горшке девятка. Внизу у него идут ракушки, керамзит, крупная кора. Дальше грунт идет более влагоемкий, с мхом, с корой мелкой фракции, с перлитом. И тоже, ну, как вы видите, как вы наблюдаете, есть зола. Еще раз повторюсь, от клещей. Ферри Джой все считают медлительной орхидеей, ну, что она очень медленно развивается. Ну, я не знаю, может быть, исключение. Ну, если сравнивать с Ого Реликсом с моим, да, вот две орхидейки, ну, Ферри Джой растит, уже растит новый листочек и уже растит молодой корешочек. Ну, наверное, у меня какое-то исключение. Хотя, девочки многие, я не знаю, но, девочки многие говорят, что Ферри Джой очень медлительен в светении, что он очень долго он растит цветоносы. Ну, мне придется этого подождать, посмотреть, как говорится. А пока у него все в порядке. Корни старые, у него остались все на месте. Не знаю, видно вам или нет, но они все лежат в верхней части коры. Вон там вот, видите, вот так вот. Ну, собственно говоря, так, как и у Суго Реликса. У него тоже корешочки все лежат вот поверх слоя дренажа. Пока я очень-очень довольна вот таким вот их состоянием. азиатские орхидеи, вы все знаете, что они адаптируются намного сложнее, чем голландцы. Но, девочки, счастье мое, вот. Вот. Кто знает это растение, он может определить даже вот так вот с виду. Ну, для незнающих я не буду держать интригу. Я просто вам скажу, что это Асканопсис Ирэндопкин. Я очень долго примерялась к этому растению. Мне очень долго хотелось его. Я постоянно боялась, если честно, очень сильно боялась его купить. Растение это купила, как всегда, у Светланы, Светланы Орхидеи, город Кременчуг, группа Facebook. Кто хочет, пожалуйста, не стесняйтесь, заказывайте. Прекрасное растение у нее. Растение я вчера получила вечером в хорошо просушенном мхе, с хорошей корневой системой. Вот снизу корешочки. Вот корешочки, растущие корешочки, незакукленные растущие корешочки сверху. Никаких пятнышек, никаких почернений, ни на шейке, ни на листиках. Нет нигде. Спасибо тебе, Светочка, за твои прекрасные растения. Я просто счастлива получить Ирэн Добкин. Многие считают, что это очень сложное растение. Сложное заключается в том, что не у всех оно выживает. Оно почему-то очень быстро, ну, у всех загнивает. Вот я рискнула, вот клянусь вам, рискнула и купила, потому что мне его хотелось. У меня есть эскоценда, ярко-желтого цвета, собственно говоря, цветущая, точно так же, как Ирэн Добкин. Но почему-то мне захотелось, вот рядом имеется с этой эскоцендой еще и Ирэн Добкин. Ну, вот захотелось, знаете, но вот есть такое вот у нас у женщин, вот если хочется, значит очень сильно надо. У этого растения прекрасная шейка, очень хорошая корневая, вам уже показала. Я его вчера вечером забрала перед работой, забрала его с собой вместе на работу, напоила его водичкой. Обычно такие орхидеи, которые растут во мхе, я просто ставлю блюдечко, наливаю водички и жду. Когда мох промок, вот по отношению к горшку, вот так вот, я убираю воду. Дальше эта водичка, эта влага перейдет по мху. И мох, он полностью весь промокнет равномерно. Что я вам хочу сказать? Ну, вот, что я прочитала? Что Ирэн Добкин, это, во-первых, у него в родителях есть ванды. Если есть ванды, значит, грунт у него должен быть воздухопроницаемым. Допустим, моя Скаценда и моя малышка Ванда, они растут голыми корнями, просто, вот, ну, своих хашпо. Конечно, Ирэн Добкин я так не посажу. Я думаю, что я, она вот постоит недельку. Я за ней понаблюдаю. Затем я ее пересажу в крупную кору с добавлением вот этого мха, который есть у нее в горшочке. И первое время я буду проливать ее проливом довольно-таки часто. Во-первых, девочки, я счастлива, что я купила в летнее время. В летнее время азиатские орхидеи адаптировать намного проще. Почему? Потому что соответствует температура, потому что тепло, потому что длинный световой день. Вот Ирэн Добкин, допустим, она, как все вандовые, она любит хорошее освещение. Поэтому для адаптации солнечного освещения на восточном подоконнике, я думаю, ей будет достаточно. А дальше, дальше будем посмотреть. Она будет стоять в тени котлей рядом со скацентой. И даст Бог, он мне поможет не загубить это растение. Такое желанное для меня. Ну, очень-очень сильно хотела и эту скаценту. А, вот, что я хотела еще сказать. Меня многие спрашивают, вот как, из чего, и вообще, как я поступаю вот с такими вот орхидеями, которые приходят ко мне во мхе. Девочки, расскажу вам. Первую ночь я стараюсь их не трогать. Вот как получила, вот так она и стоит. На следующую ночь я их поливаю, то есть, набираю немножечко водички. В эту водичку я обязательно добавляю что-то из фунгицидов. Даже если вот это растение здорово, ну, внешнее здорово, ну, вы поймите, оно идет с Китая, с Азии, я не знаю, с Таиланда, я не знаю откуда. Нам же шлить поставщики не сообщают правду, правильно, откуда идет это растение. Но оно не с нашей страны, это как питать, не с нашей страны. Вот эти вот горшочки, вот такие вот горшочки, это китайские горшочки. Вот, я не знаю, может быть, из Таиланда тоже приходят такие горшочки. Но с Китая это точно такие горшочки приходят. Вот такие вот мягкие пластиковые горшочки. Оно пересекает границу, я не знаю, проходит оно санитарной обработки, не проходит. Поэтому, я лично считаю, даже если это здоровая орхидея, лучше изначально обработать ее фунгицидом. Я предпочитаю привикур. Привикур, он идет и как для стимуляции роста, и в то же время, как и фунгицид. Через неделю я обязательно, обязательно, еще раз повторяю вам, обрабатываю все растения от вредителей. Потому что, что такое в коллекции трипс и клещ, я знаю не понаслышке. В прошлом году я лишилась летнего отдыха, летнего покоя, как говорится, потому что поленилась обработать новое растение от вредителей, а затем еще сделала глупость, поливала их всех в одной емкости, чем заразила все свои растения одним и тем же насекомым, а от этого насекомого еще насекомых. Ну, в общем, мы все лето боролись, и в итоге я от некоторых растений не получила цветения, а некоторые растения я потеряла. Вот так вот. Поэтому, в настоящее время, все мои растения, каждое растение, новое, ну, или старое, оно поливается индивидуально, удобряется оно индивидуально, что если где-то что-то заведется, то оно заведется пока только в одном растении, которое можно изолировать, которое можно выбросить, которое нужно обработать, в общем, с которым что-то можно произвести. Но когда растений в доме 200 и больше, ну, проводить обработки, поверьте мне, это очень дорогостоящее, очень трудоемкое, очень сложное занятие, которое никогда не обходится без потерь поэтому первый фунгицид второй обязательно обработка, ну а затем пересадка, ну вот так вот я поступаю со своими растениями которые приходят с Китая с Азии, с Айланды, откуда угодно вот так вот я с ними поступаю перед тем как их достать со мха еще раз повторюсь, что вот эту вот растушечку Ирен Добкин я пересажу в крупную кору относительно крупную кору не такую как для котлей мельче но с добавлением вот этого мха и буду поливать ее изначально проливом и часто чтобы корешочки ее оставались постоянно влажными, ну а дальше я думаю вам буду показывать ну что друзья мои, спасибо вам всем пишите сообщайте у кого есть Ирен Добкин как адаптировали это растение мне это очень интересно потому что знаете это уже спортивный интерес я просто хочу чтобы это растение осталось живым и здоровым в моей коллекции спасибо всем за внимание до новых встреч друзья мои здоровья вам пышного цветения благополучия всего самого лучшего целую вас обнимаю ваша Марина пока-пока возрасте пока-пока пока-пока Продолжение следует...